Понимать и разбираться в том, что происходит в Украине за пределами нашей страны, очень важно для наших телезрителей. Для вас, дорогие друзья, мы же по-прежнему пытаемся и стараемся делать максимум для того, чтобы у вас такая возможность появилась. Это Ньюзуан, мы в прямом эфире, это большой вечер. Я с удовольствием приветствую гостя студии, народный депутат Украины, глава полицовета партии «За життя» Евгений Мураев. Здесь со мной, Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, как ваш день? Прекрасный день. Сегодня, как видите, да, абсолютно пустой город. Все бездействуют. У меня такое чувство, что все уехали в ПАСЭ спасать Украину. Праздничное настроение, да? Ну, предпраздничное, скажем так. Ну вот о событиях, которые день сегодняшний принес, нам будем сейчас говорить. Но прежде чем приступим, я коротко напомню. 0800 20 50 20, наш номер телефона, он сейчас на экране. По этому номеру, как всегда, вы можете взять и дозвониться в наш эфир с вопросом или с комментарием об услышанном здесь и пообщаться, ну, в этом информационном части с Евгением Мураевым, в частности. Также по еще двум номерам 0800 20 10 0800 20 70 вы можете связаться с нашими операторами, передать им ваш вопрос. Я его здесь получу из принтера и с удовольствием зачитаю. Ну и Ньюзуан ТВ, наша страничка в Фейсбук, традиционно к вашим услугам в режиме онлайн. А начнем с такого. Два варианта по миротворцам. Численность миротворческой миссии ООН на Донбассе будет зависеть от задач, поставленных перед ней. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак. Тем не менее уточнил, речь идет о десятках тысяч голубых касок. Послушаем цитату слов министра обороны. Для того, щоб ми могли чітко розрахувати, яка кількість миротворців потрібна, важливо визначити, яку задачу буде виконувати миротворча місія. Можуть бути два варианти – підтримання миру і примушування до миру. Якщо мова йде про підтримання миру, то за нашими розрахунками місія може складати від 10 до 25 тисяч. Якщо мова буде йти про примушення до миру, то цифра може бути 35-40 тисяч. Також Полторак добавил, що в Генштабі понимають, як потрібно взаємодійствувати з мисією. Мол, через миротворчі мисії прошли свыше 20 тисяч украинських военнослужащих, а частиц бойців до сих пор приймають в них участие. При этом министр обороны уверен, що пока немає смысла возвращати їх в Україну в случае введення на Донбасс голубых касок. Сьогодні в святі этого интервью министра обороны України посвятили наше центральне голосування, голосування Большого Вечора, також вопросу вводу миротворців. І сьогодні до вас, до наших глядачів, звертаємося із таким запитанням. Я зараз нагадаю про нього. Отже, ідея про введення миротворчої місії на Донбасс – це. І два варіанти відповіді пропонуємо. Перший реальний механізм припинення війни, друга версія – розмови без перспектив для затягування часу. От такий зараз варіант опитування для вас актуальний, шановні друзі, голосуйте. А у Євгенія Мураєва я зараз поінтересуюсь, Євгеній, вашій позиції. В першу чергу, о миротворцах в цілому. Почему є і має право на життя вот такий второй варіант? Тому що на протяжі последніх років ми дуже багато слухаємо о миротворчій місії, дуже багато слухаємо о тому, в якій формі вона може бути розміщена на Донбассі, хто може участвувати в цій миротворчій місії. Але все це гипотетично, все це потенціально, все це теоретично. Нет ніяких точних дат, ніяких точних названий государств или там количества средств, которые те или іні страни готовы выделити на цю миротворчу місцію. Так це розговори или все-таки що-то предметне? Ви знаєте, я, наверное, соглашусь все-таки со второй категориєю, с 94%. І хочу сказати, що у средств масової інформції є одна дуже важна мисія. Вони должны объяснять і просвещати. У вас дуже умний зритель, який четко розуміє, що робить українська власть. Давайте начнем з анализа слов Полторака. Во-первых, він предлагає ввести сюди контингент від 10 до 40 тисяч касок. Вдумайтесь в це кількість. По данным, да, со сторони непризнанних республік воюють порядка 50 тисяч человек. Наші регулярні части, які там находяться на линіі соприкосновения, мають таке ж кількість, т.е. вводять третью силу. Вторе. Неважно, як буде називатися мисія, по підтримуванню чи по підтримуванню, давно ці грани вже стерты. Следующее. Скажіть, будь ласка, де це рішення должно бути приняте? Оно должно бути, в першу чергу, приняте і підтримано Советом Безпасності ООН, де Росія має право вето, а Україна має статус наблюдателя. Тому мнение Росії буде решающе. Для того, щоб определитися, какая це мисія, її численность, її мандат, її время нахождення, да, определення бюджету для її введення, необхідно чітко классифицировать конфлікт, хто і з кем воюєт. На сьогоднішній день Україна не змогла, я б сказав, не спромоглась доказати о том, що конфлікт даже поддерживає Російська Федерація. Якщо помните, був Международний суд, який украинські доказательства счел несостоятельними. Одно дело – показувати паспорта, устраивать выставки здесь техники, а второе дело – действительно доказати международній інстанцій, которая является независимой, і реальне участие іностранного государства в конфлікті на востокі країни. Второе, вернее, уже четвертое. Щоб обсуждать миротворців, необхідно признать суб'єктність так называемих войск ДНР і ЛНР. То, що Україна не признає, мирове сообщество теж, і на чому настаиває Росія. Тому цей диалог, скорее всього, зайдет в тупик, причем на всевозможних стадіях. От определення классифікації конфлікта до определення назначення данной миссії, от глубины проникновения этой миссії і до фінансування. Порядка 26% бюджета миротворців формирують Соединенні Штати. Росія – 3,5%. Поэтому у нее є право вето. І вот здесь будуть конфлікті, здесь будуть спори. І це однозначно просто віддалит мирне урегулировання цього конфлікта і продвиження Минського формата. Це і власть, це дуже вигодно по одной простій причині. Ми розуміємо, що із електорального поля ізоліровано 5 мільйонів людей, які будуть голосувати проти цієї власи. І це доходний бізнес. Тому Порошенко, в общем-то, і вбрасує цю дискуссію, яка зарані обречена на права. А не кажуть вам, Евгений, що не тільки украинській власні власні вгодно, що всім і сторонам конфлікта, і наблюдателям, і партнерам, і в Європі, і в Штатах вгодно сейчас говорить, що да, ми за миротворчу миссію, да, треба всячески цьому способствувати, да, ми підтрим. І процес ідет. Немногим ранее так багато говорили о Минських соглашениях. Да, потрібно виконувати, потрібно виконувати. В Європі, Нормандська четверка, в Штатах. Тепер об цьому менше говорять. Тепер нова така ідея, да, возникла, миротворча миссія. Я з вами не согласен. Мир по-прежнему говорить, що другого пути урегулировання конфлікта, кроме Минських соглашений, нет. Безусловно, це альтернативний вариант, ініціатором якого є Порошенко. Він рассматривається в мире і тож яким-то образом обсуждається. Але альтернативу пока другу, більш дійсенню, ніж Минський процес, ніхто не предложив. Мир действительно устал від цієї войної. Європейські производители устали від санкцій. Європа і Росія терпят колосальні убитки. Вони, в першу чергу, заінтересовані в урегулированні і в, знаєте, в такій точці в цьому конфлікті для того, щоб можна було знову займатися інтересами собственних стран. Все це відбувається в інтересах Соединенних Штатів. І, к сожалению, наша власть ціною жизни наших українців і ціною падення уровня жизни в нашій країні, ціною сумасшедшої миграції, яка наблюдається за останнє время, в общем, придав інтереси нашого народу, яка намагається Соединеннім Штатам решати їх геополитичні задачи, використовують Україну як такий інструмент в розборках і в игрі на пониження Європейського Союзу і Російської Федерції. Насчет Російської Федерції і право віта в Собіці Безпасності ООН, що я часто слышу, як аргументация, як відповідь на вопрос, але там же действительно право віта. І так чи інакше, придеться считатися з позиції Російської Федерції в отноші резолюції у вводі миротворців. І какая тут позиція? Значить, що потрібно усиливати давління, усиливати санкції і заставити Росію пійти на той варіант миротворців, який пропонує Україна, чи цивилизований мир, демократичний мир, такі словосочетання ми можемо услышати. Це реально? Вінудить Російську Федерцію пійти именно на наших условіх на ввод миротворців? К сожалению, Україна давно нічого самостоятельно не пропонує, поскольку утратила суб'єктность. Ми видим все признаки внешнього управління. І по сути все то, що артикулирують наші політики, написано в Вашингтоні. Це очевидно. І ми видим, що менеється формат. У нас тепер... Уже даже без України і вне рамках Минського формата йдут переговори между Волкером, Сурковим. І на сьогодні приостановлені, але такий формат тоже вироблялся. Тому, по сути, я считаю, що все ромно компроміс буде искатися в рамках Совета Безопасності ООН. І любой політик, любой ответственный, да, чоловік должен понимать перспективу любого процесу, коли воно в нього входит. У Росії є дійсні механізми. Росія дійсно буде прибегати к квитуванню, поскольку, ну, давайте даже посмотрим, що говорять представники Министерства іностранних дел РФ, що говорять президент РФ Путин. Вони говорять, що вони не являться суб'єктом і стороною конфлікта. І вони, по сути, точно також, як Франція і Гермія, участвують в миротворческом формате, який призван урегулировати конфлікт внутрі неї в Україні. Поэтому я уверен, поскольку Україна не предоставила должних доказательств того, що Россія є стороною конфлікта, вони будуть настаивати на той парадігме, яку вони вже, в принципі, три роки продовжують на внешній арені, і будуть оставатися в стороні від цього процесу, пытаюся сделать суб'єктам, ДНР і ЛНР і їх представників, для урегулировання цієї ситуації. Я думаю, що все-таки, у нас никакого другого варианта, кроме Минського формата, немає. І тут і об'щественность, і політики, в першу чергу, давити на головнокомандуючого, і на президента України, поскольку він отвечає за внешній політичній свяці, щоб був возврат к Минському формату, і ми почали дискуссії і об уровні амністиї, і о законі о выборах на Донбасі, і о вообще устройстві нашої країни, щоб зробити можливу інтеграцію Донбаса назад. Важно понимати, що миротворча мисія, ідея воду миротворців, це не альтернатива Минським соглашенням, це путь, щоб прекратити конфлікт, можливість, механізм. А далі, наскільки я понимаю, підразуміюється виповнення именно Минських соглашень. Тобто буде зроблено условення прекращення огня, перемири, щоб Минськ виконувати. Об цьому йдеть річ. Смотрите, власть дає завжди короткі форуми. По сути, речівки. І вони поселяють, як готовий рецепт, і, знаєте, таку мисль патаються укоренити в сознанні наших українців. Друзія мої, скажіть мені, будь ласка, де миротворці решили проблему? Наскільки затягивались конфлікты з їх присутнім? Где после цього остались военні бази? Скільки обходилось в країні содержання этой мисії? Я можу сказати, що по оценкам, вот эта миротворча мисія буде стоить Совету Безопасності ООН от 1 до 1,2 мільярдів доларів. Где вони найдуть ці деньги? І як скоро це случиться? Ще раз, всі ці розговори і вся дискусія даже вокруг вода миротворців, це якраз затягивання времени. І це время власти треба затягнути як минимум до виборів, для того, щоб, ще раз, в електральне поле не вернулося 5 мільйонів голосів, які будуть голосувати против партии войни, в якому возглавляє Турчинова, Ваваков, Яценюк і Порошенко. До президентських выборов в Україні розміщення миротворців на Донбасі можна? Це категорически невозможна, тому що, ще раз говорю, потрібно це не в інтересах нашої країни. Це відміна без визи і відміна без визи фінансування со сторони Международного валютного фонда і Международного банка. Чому я завжди кажу одну віч. Нам потрібно відходити з-під відвнішнього управління, потрібно слазити з кредитної гли, потрібно пересматривати отношения і реструктуризувати задолженности по внешнему государственному долгу, щоб назад вернуть себе суб'єктность і действительно проводити политику, яка йде в інтересах нашого народу, а не в інтересах заокеанських спонсорів. Об МВФ, о сотрудничестві с нашими партнерами і кредиторами, ну, хоча партнерами не каждый, да, считає. Ми поговоримо ще непременно, но мне подсказывають коллеги много телефонних звонков от телезрителей, от вас, дорогі друзі. Давайте говорити, давайте общаться. 0800-20-50-20. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Это Александр із Белгороднестровсько-Одесської області. Очень приятно, Александр. Первонаперво, я хочу вам, ведущему Мураеву, выразити своє сочувствие по поводу годовщини этого самого... Вы о геноциді армян, вероятно, говорите. Геноциді армянського народу. Це вам моє сочувствие. Більшоє спеціпи. Більшоє спеціпи. Второй вопрос к Евгеню Мураеву. Первонаперво, Евгений, я вас дуже уважаю, ви больша умничка. Я имею право таке говорити, тому що я намного старше вас. І вопрос у мене такий. Гройсман, коли шов в правительство, он, значит, сказав, що я покажу вам, як краною керувати. Вопрос к вам такий, Евгений, ви бачите ли ви себе прем'єр-миністром, будучи, 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 ну, це само, візити, я волнуюсь. Відчини ви себе прем'єр-миністром, і якщо ви будете прем'єр-миністром, ви їм всім покажете, як краною керувати. Понятен вопрос ваш, Александр. А це перший вопрос, і второй вопрос. В 2014 році, до 2014 року, Россія Україні дала транш 3 млрд, і дожна була Україна їх повернути. І говорили, що якщо Україна не повернє, то буде об'явлено цей дефолт. Як зараз ситуація з цим траншем? Спасибо большое. Спасибо і вам, Александр, большое. Евгений, насчет прем'єр-миністр. Спасибо за вопрос, спасибо за поддержку. Я сторонник парламентської модели. Я считаю, що це максимально демократично, і учитывая разноплановість нашої країни, я имею ввідку культурну, історичну, ця модель максимально, наверное, нам підходить. Боле того, наші політики постоянно декларирують европейський выбор развития нашої країни, і ця модель теж максимально, наверное, распространена, ну, так скажем, в старій Європі. Хотел би я бути прем'єр-миністром, знаєте, я в принципі менеджер, не в принципі, а менеджер. Я прекрасно понимаю, як устроені наші процеси, і що потрібно було в них не ломати, а меняти. Тобто, то, к сожалению, те реформатори, які прийшли, вони почали, знаєте, ломати дому, а потім пататися щось создати. Так невозможна. Щоб изменить систему, в першу чергу, нам понимати, як она функціонірує. Якщо ви бачите мою біографію, я прийшов з самою, наверно, маленькій ступеньки управлений, в принципі, дошов до госслужби і показав нормальні результаты. Я хотів би трудитися, на благо страни, я знаю, з кем цю страну можна построити. Але це можна, тільки, якщо буде змінен, в тому числі, і вектор розвиття нашої країни, внішнеполитичне. Якщо ми вийдемо підвнішнєво управління, просто прийти і кому-то щось показати, желання немає. Сделати країну країну країну, успішніше, в якій хочеться жити, і куди повернуться, мільйони наших граждан, які уїхали. Да, це амбициозна задача, і думаю, що наша партия і те люди, які будуть нас підтримувати, ми з цим однозначно справимося. Касателі трьох мільярдів так називаємого долга Януковича, я хочу сказати, що це обичні шаблони і методи, к котрим прибегають нові реформатори, це суверений долг України. Наверное, для вас буде сюрпризом, але цей кредит був выдан Україні під 5% годових. МВФ нас кредитує від 7% і вища. Тобто це був найбільш найбільш і дешевий кредит для нашої країни. Але я хочу вам напомнить, що він выдавався в рамках 15-мільярдного траншу. Плюс були підписані договори на 50 мільярдів о кооперційній роботі з бувшими країнами СНГ, в основному з РФ. По 111 позиціям. В основному це були товари високій добавленій стоимости, і вони касались військово-промішній комплексу. Здесь було задействовано наші авіапром, і станка, і приборостроення, то, що давало максимальну долю ВВП нашої країни. На сьогодні ці товари признані товарами двойного назначення, і ВВП нашої країни сократився вдвое. Із-за цього і бюджет сократився, і так называємі псевдо-реформи, які проводять це правительство. І заїжджі, і туристы, в основному граждані СНГ, в Америкі, призвані на сокращення розходів по отраслям. Отсюди і платна медицина, відсюди і сокращення количества учебних учреждень, і так далі. Так вот, цей кредит придеться віддавати. Також, як і все інші інші які, які, к сожалению, брали правительство, віддають наші граждані. Єдинний вариант, це все-таки садиться з мировим сообществом, і говорити з ними відкривайно. Якщо вони, щоб ви розуміли, все гроші, які вкрали політики, в долларах США, тщательно администрируються національними банками тех країн, в валюте которых були зроблені транзакція. Все офшори в мире, по сути, администрируються Соединенні Штатами. Тобто, ще раз хочу сказати, це інструмент. Кредити дають правительствам, позволяють їм ворувати, уводити в офшори, а дальше через международні інституты полностью получають в управління цілу страну і диктують условия, в тому числе і реформы, і законы, і що приватизувати, і коли продати землю, і з кем воєвати. Вот це все інструменты внешнього управління. Їх треба буде пересматрувати. Є понятний спосіб, це садиться з международні інститутами, і реструктуризувати цю задолженность, а так же работать со всеми органами, які занимаються возвратом активів, і средств в бюджет України. Либо второй вариант, це ісландський сценарий, проводити референдум і відказуватися виплачувати госдолги, учитывая то, що їх давали під коррупційні схеми. І ще пара вопросів. Павел Чернігов, наскільки економіка України зависит от внешних заимствувань? От внешних заимствувань? Смотрите, у нас на сьогоднішній день обслуживання і виплата по государственним долгам порядка 300 млрд гривен. В следующем году ми должны отдати порядка 18 млрд долларов. Вдумайтесь в эти цифры. Вдумайтесь в эти цифры. Бюджет України на сьогодні чуть більше 30 млрд долларов. Понимаєте, да? То есть нам придется занимать еще. Вопрос у кого и под какие условия. В этом году правительство решило на внутреннем рынке через облигации внутреннего государственного займа привлечь порядка 230 млрд гривен. Что такое привлечь? Ну, ви захотите купить облигации внутреннего государственного займа? Сомневаюсь. Что вони будуть делать? Они будуть заставлять государственні корпориція и предприятия выкупати эти облигации а по сути они будут вымывать оборотные активы из денег операционных предприятий. Что естественно негативно скажется на развитии огромных предприятий гигантов которые являются бюджетнообразующими. Это затормозит их прогресс и выплаты в бюджет. То есть это снежный ком. Вот это надо останавливать. И с этой иглы надо слазить. Я еще никогда не помню если вспомните Януковичев каждый миллиард или каждый миллион привлеченных денег ставили и вменяли в вину. Сейчас президент буквально пританцовывает когда он говорит что ему удалось очередной раз где-то стрельнуть каких-то денег. Это стыдно и позорно для такой страны как Украина. Более того привлекают они ничтожно мизерные суммы под которые сдают государственный суверенитет. Эти суммы ничего глобального для Украины не решают. Что бы решило? Решило бы возврат средств даже населения которые вышли из банковской системы в результате того банкопада который устроила Гонтарева. Но что для этого должно было сделано? Помните в 2016 году был принят и проголосован Верховной Радой закон о 100% гарантировании вкладов государственными банками. То есть Укорексим Ощадбанк если вы положили миллион два три то есть вернули деньги в экономику страны вам 100% в государство отвечало за ваши деньги. Знаете судьбу этого закона? За два года Порошенко не нашел времени его подписать. Что это означает? Что он либо самоустранился от исполнения своих обязанностей либо банковская система несмотря на уничтожение 90 банков в нашей стране все равно является рисковой. Однозначно это негативный сигнал как для внутреннего так и для внешнего инвестора. Надо что-то менять в консерватории. А вернее необходимо менять эта власть демократическим путем на выборах. Но чем быстрее эти выборы произойдут тем быстрее экономика страны заживет. Ну а пока нам наши партнеры напоминают что нам нужно менять для того чтобы получить этот заветный очередной транш от Международного валютного фонда. Проведение реформ и создание антикоррупционного суда. Лидеры стран Большой Семерки по итогам саммита обнародовали заявление в котором призвали украинскую власть реформировать страну. В частности речь идет о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Давайте послушаем цитату из итогового комьюнике. Мы наполегливо закликаем уряд Украины забезпечить постійный и явный прогресс на шляху реформ, на который он встал и которого требует украинский народ. Это включает создание антикоррупционного суда соответственно рекомендаций Венецианской комиссии, а также прогрессу в проведении реформы выборчого законодавства и о законе о национальной безопасности. Отмечу, что сегодня в Брюсселе отбыл генпрокурор Юрий Луценко вместе с европейскими партнерами он обсудил ход борьбы с коррупцией в Украине. Напомню, что создание антикоррупционного суда является также одним из условий МВФ по новому кредиту. Кроме этого, в фонде призвали украинское правительство урегулировать цены на газ для населения. Если это действительно произойдет, то долги украинцев за коммуналку начнут резко расти. Так полагает эксперт в газовой сфере Валентин Землянский. Свою позицию Валентин озвучил вчера в нашем эфире. Давайте вспомним его слова. Вслед за тарифами на газ начнут подниматься все коммунальные тарифы. Горячая вода и отопление это приведет к очередному витку инфляции и дальше поехали по всем позициям, которые закладывались в текущий бюджет. И, кстати, в первую очередь и субсидии в том числе, потому что размер-то субсидий был заложен на уровне 70 миллиардов, а может оказаться, что этих денег нужно будет гораздо больше. Напомню, что ранее в нефтегазе предложили повысить тариф на газ чуть более, чем на 4 гривни за кубометр. Произойти это может уже в июне. Еще на гривну цена на газ может вырасти в октябре. В то же время старую цену намерены оставить для тех, кто потребляет голубое топливо в пределах нормы. Давайте разберяться по порядку, Евгений. Вот насчет большой семерки и призыва в сторону украинского правительства проводить реформы создавать антикоррупционный суд сейчас для того, чтобы страна шла вперед. Мы много слышим таких заявлений и таких обращений. Они кому адресованы персонально? Потому что украинскому уряду или government на английском языке это правительство, это что-то в целом. Кому это апелляция? Или на который год мы должны уже рассчитывать на плоды реформ, а не на то, чтобы их начали в конце концов проводить? Давайте разбираться по порядку. Давайте с того, что Луценко поехал в Европу. Я рад, что его хоть куда-то пускают. После того, как его не пустили в Америку, видите, есть еще приличные дома, куда ему еще пока двери не закрыли. И тут, наверное, Порошенко скажет спасибо за безвизовый режим. Думаю, по-другому вы могли, наверное, и не пустить и в Европу. Теперь касательно антикоррупционного суда. Друзья, вокруг чего идет Сербор? Сербор идет за то, кто будет администрировать эту антикоррупционную вертикаль. У меня всегда возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а чем у нас топ-чиновники отличаются от простых граждан? Почему для топ-чиновников должен быть какой-то элитарный и перевелегированный суд, а для вас обычный коррумпированный, несмотря на заявление президента о том, что мы провели судебную реформу? Из-за чего они спорят? Они спорят из-за двух законопроектов. Один, на котором настаивает Венецианская комиссия, второй, на котором настаивает президент Порошенко. За что они спорят? За то, кто будет формировать судейский состав, а то бишь от кого он будет зависеть. Европейцы настаивают на то, чтобы он зависел по сути от американцев, Порошенко на том, чтобы он зависел от Порошенко. Что это для нас означает? Для нас это означает следующее, что никакой реальной борьбы с коррупцией не будет. Если этот суд будет принадлежать Порошенко, он основной субъект коррупционных дел, потому что это исполнительная вертикаль власти, а члены кабинета министров напрямую или опосредованно от него зависят, то понятно, что никакой реальной борьбы не будет, будет простая имитация. Потому что у нас и сейчас куча антикоррупционных органов и огромное количество судов, в компетенцию которых входит рассмотрение коррупционных дел. Поскольку борьбы с коррупцией нет сейчас, ее не будет, если Порошенко сформирует. Что же будет, если формировать судей будет под влиянием так называемой мировой общественности и доноров, которые финансировали антикоррупционную деятельность? Считай фондов. Международных экспертов, да? То есть, по сути, тогда вертикаль появится отдельная. Это НАБУ, специальная антикоррупционная прокуратура и суды, которые не будут подконтрольны Украины. Они будут подконтрольны, по сути, Соединенным Штатам и их Министерству Юстиции. К чему это приведет? Это приведет к тому, что вертикаль управления внешнего в стране только усилится. Но если раньше Соединенные Штаты пытались подкупать правительство кредитами, потом они финансировали прохождение в парламент так называемых грантаедов и еврооптимистов, то сейчас они просто получат меч карающий. И если кто-то в Украине попытается вести отличную от американской политику, эта вертикаль будет работать против него. Условно, мне категорически не нравится американское внешнее управление. Я понимаю, что Украину используют в своих геополитических разборках и, знаете, не субъекта, а объект, с помощью которого можно ослаблять Европу и Российскую Федерацию. Так вот, как только эта вертикаль будет сформирована, поверьте, знаете, как говорили раньше, было бы тело, дело найдется. Дело будет сфабриковано абсолютно на любого антиамериканского политика. Я считаю, что это потеря суверенитета. И об этом начал говорить президент Порошенко. Но, к сожалению, сейчас он говорит, когда это может коснуться его персонально, поскольку он сейчас основной носитель коррупции. Но он забывает об этом, когда под диктовку МВФ принимаются пенсионные, медицинские, образовательные реформы, и все остальные процессы, в общем-то, проходят под их диктовку. Вот политика двух стандартов, к сожалению, Украину опустила уже ниже уровня африканских стран. Африканцы начинают обижаться, когда мы начинаем сравнивать свой уровень жизни и их. Это беда. Знаете, что примечательно? Не часто в этой студии мы слышим о том, я слышу, во всяком случае, буду о себе говорить, о том, что создавать не стоит антикоррупционный суд, что создание этого суда несет какие-то определенные угрозы для будущего страны, для суверенитета страны, для территориальной целостности страны. Почему это не популярная точка зрения? Почему сейчас гораздо проще и легче сказать, да, мы тоже за создание антикоррупционного суда? Я вам объясню, почему большинство политиков так себя ведут. Если вы посмотрите, куда они все без исключения ездят на Сматрины, то это Соединенные Штаты Америки. Туда ездит Тимошенко, ловит Трампа возле туалета. Туда ездит Наливайченко постоянно. Там недавно был Арсен Борисович Аваков. Я не знаю, вернулся он или нет оттуда. Но так или иначе, все младореформаторы, наемы, лещенки и все остальные ездят туда на отчет, на Сматрины и каждый раз заискивающие спрашиваем, так ли мы добиваем Украину. Вам нравится? Прекрасно. Что я считаю по антикоррупционному суду? Не может быть разницы между простым гражданином и чиновником. Суды все должны быть честными. Что это означает? Означает, что они должны быть неподконтрольны политику, их не должен назначать президент, их не должен назначать какие-то международные организации. Вы знаете, я проведу простую аналогию, не понимаю, почему наши любители Америки до сих пор это не сделают. В начале века доверие к судам американским было чрезвычайно низкое. Знаете, что они сделали? Они ввели институт выборности судей. Выборности и отзыва. Как только судьи стали подконтрольны людям, суды сразу стали независимыми. Закончилось позвоночное право, закончились звонки из администрации президента и сразу все начали жить интересами собственной страны. И уровень доверия вырос до 80%. Нам не надо изобретать велосипеды. История их придумала до нас. Нам нужно брать просто и имплементировать международный опыт. И судьи антикоррупционного суда, и судьи обычных судов должны избираться и должен быть понятный механизм отзыва этих судей. Тогда страна будет независимой, тогда не будет угроза суверенитету, тогда они действительно будут служить народу Украины, а не президентом и не внешним спонсором. Но и создание тогда каких-то профильных отдельных судов, антикоррупционных, патентных судов не будет иметь смысла. Когда Порошенко попытался на какой-то международной арене Байдену сказать, что такие суды существуют только в Африке, он получил очень нелицеприятный ответ от Байдена. И тот ему сказал, чтобы вы понимали, в Соединенных Штатах каждый суд является антикоррупционным. И один из судов сейчас рассматривает дело против президента Соединенных Штатов. Нам до этого стоит дожить. Нам это действительно стоит сделать. И сделать это несложно. Просто когда у нас борются за власть, борются за все вертикали власти, в том числе и судебную. Потому что суды невероятно важны. Это последняя инстанция, где вы можете отстоять свои права, где могут отстоять права инвесторы, где можно защитить результаты выборов и многое-многое другое. С этой вертикали и с этой реформы необходимо начинать. В стране нужно возобновлять систему права и заново выстраивать институты власти. Это главная задача, с которой надо будет начать в следующей каденции. Следует отдавать себе отчет, что без судебной реформы никакая другая фактически не может быть реализована и имплементирована по факту на 100%. Потому что так или иначе все в эти суды упирается. Но, пожалуй, в контексте сотрудничества с МВФ, Евгений, два требования сейчас у фонда для следующего транша, который мы не получаем и уже появились сообщения, что скорее всего в рамках этой программы это будет последний транш для Украины. Первое требование суд антикоррупционный и второе повышение тарифов на газ. И об этом нам тоже регулярно напоминают. И в формате большой семерки такое заявление также имело место быть накануне. Тут что? Мы услышали Валентина Землянского. Он очертил нам вчера, и не только Валентин, ряд экспертов в этом вопросе объясняют, какими будут реальные последствия, если это решение все-таки будет принято. Вы имеете в виду тарифы? Повышение тарифов на газ. В этом случае для страны в национальном масштабе овчинка стоит выделки повысить тарифы на газ, чтобы получить транш. Стоит игра свечи? На сегодняшний день самым крупным налогоплательщиком нашей страны является НАК нефтегаз Украины. Почему? Потому что цены на газ выросли почти в 8 раз. И вот эту прибыльность обеспечивают за счет вашего благополучия. Никакие коррупционные схемы никуда не делись. Просто этот бизнес стал более выгодным выгодным для внутреннего политикума. Потому что почти за каждой фракцией в парламенте на сегодня стоит финансовая промышленная группа или олигархат, которая имеет свои интересы в сфере газодобычи. Здесь же есть и совпадают интересы с иностранными компаниями, такими как Шелл и Шеврон, которые занимались разработкой в сфере добычи сланцевого газа на территории Украины. Добыча сланцевого газа обходится компаниям дороже, потому что она технологически сложнее. Но если цену в Украине догнать до мирового уровня цены на газ, этот бизнес становится сверх рентабельным. Кроме того, труба готова и есть возможность экспортировать это топливо в Европу, составляя конкуренцию Российской Федерации. Мы понимаем, что она намного ресурсно зависимая в бюджетеобразовании. Поэтому интересы ваши и последующая инфляция и подорожание групп всех товаров. А мы понимаем, что стоимости углеводородов зависят повышение цены транспорта, а значит подорожание любых перевозимых товаров, производства химии, производства металла, всех статей бюджета, которые остались бюджета, образующими в Украине на сегодня. Это решение пойдет в разрез с интересами Украины. Я об этом неоднократно говорил. У нас достаточное количество газа. Об этом, кстати, говорил в своей пламенной речи господин Яценюк о том, что мы добываем газа ровно столько, чтобы покрывать потребности населения и топливно-энергетической сферы, имеется ввиду теплокоммун-энерго предприятий. Это действительно так. И мы вместе с публичным аудитом разрабатывали закон 52.90 о справедливой цене на газ, которая говорит о том, что газ для населения и для предприятия теплокоммун-энерго должны исчисляться по формуле. Стоимость добычи, транспортировки, переработки плюс норма прибыли, которая равна учетной ставке НБУ. Тогда цена бы на газ была в два раза ниже, чем нам сейчас предлагают. Но еще раз, это не в интересах олигархов и не в интересах газодобывающих компаний Соединенных Штатов Америки. Если вы смотрели последний украинский формат, где были откровения Нищенко, он говорил о том, что одна из крупных предприятий, добывающих газ в Украине, Буризма, имеет в своем борде сына Байдена и сына Квасневского, если я не ошибаюсь. То есть, тут напрямую читаются интересы в том числе и топ чиновников Соединенных Штатов, пускай бывшей администрации, но тем не менее, на тот момент они еще были действующими. Это международная коррупция, которую они так отрицают. И еще раз, это очень сильно нам повредит. Я очень надеюсь на вашу активность. Я уверен, что если они попытаются это сделать, мы возобновим акцию тарифного сопротивления. И вы поддержите нас не только в Киеве, но и в каждой области Украины. Мы должны защищать свои интересы. Это делает экономику Украину неконкурентоспособной, а миграционные процессы необратимыми. Мы платим европейские тарифы при наших нищенских зарплатах. Сначала, наверное, в консерватории надо что-то поправить, довести уровень жизни, а потом бороться с коррупцией, в скобочках, в этой сфере. О борьбе с коррупцией вы вспомнили сказанные слова Александра Манещенко, ряд его заявлений. И вспомним, что в украинском формате пленка. Одна из пленок Александра Манещенко была презентована впервые эксклюзивно. Генпрокурор в Брюсселе, в Европарламенте сейчас в этом форуме принимает участие. Сегодня победит ли Украина коррупцию? Интересно, об этом речь пойдет? От генеральной прокуратуры даже реакции не последовало на нашу просьбу, на наше обращение расследовать эти материалы, как-то посмотреть, изучить, экспертизу провести голоса президента Александра Манещенко. Господин Луценко, муж женщины третьего тысячелетия, представителя президента в парламенте еще по совместительству Кумы Порошенко. Ждать, что они что-то будут расследовать в отношении друг друга смешно. Я вам больше скажу. Вчера президент, видно, получив негативную реакцию после украинского формата, вышел первый раз, по-моему, я не помню, в истории, на ток-шоу «Свобода слова» на СТВ. Насколько я знаю, ключевым критерием участия экспертов в этой программе был один вопрос. Не задавать вопросы, извините за тавтологию, по пленкам Манещенко президенту вообще. Они боятся этой правды. Вы знаете, можно по-разному относиться к Манещенко. Я тоже понимаю, что, возможно, он сейчас заложник этой ситуации и был плохим парнем, думаю, плохим и остался, но у нас есть знания. И это знание должна изучать именно генеральная прокуратура. Генеральная. Они должны затребовать. И Манещенко это не отрицает. Он говорил, что я готов передать и пленку, и устройство, на которое я записывал, и свой сотовый телефон, в котором есть переписка с главой фракции, с президентом Украины, да, по этим требованиям. Но мы об этих пленках знаем уже третий год. Вы видите какую-то реакцию правоохранительных органов? Ее и не будет. Преступления этой власти будут расследовать только следующая власть. Я очень надеюсь на вашу позицию во время выборов. Вы не допустите, чтобы этот режим сохранился еще на неопределенный период времени. Проблема же даже не в персоналях. Проблема в том курсе, которым нашу страну будут вести те, кто попадут в парламент. А курс тот же декларирует и Ляшко, и Тимошенко, и Самопомич, и Свобода, и многие-многие другие представители парламентских партий. Нам нужно кардинально менять систему в нашей стране. И те, кто ездят туда на согласование, ничего менять не будут. Изменятся просто субъекты коррупционных сделок, а ваш уровень жизни будет только ухудшаться, и страна будет дальше катиться под откос. И у меня вообще вызывает большое сомнение ее территориальная целостность в будущем, поскольку мы видим амбиции и Польши, и Венгрии, и Российской Федерации, и всех наших соседей. Все с удовольствием подождут, когда уровень жизни упадет ниже Плинтуса, и все регионы начнут проситься в сторону. Мы с вами должны этого не допустить. И единственный выход из этой ситуации, это действительно заниматься реальным сектором экономики нашей страны и уровнем жизни. Возвращать назад работоспособное население. Вот когда мы будем сильными, когда будем в первую очередь экономически сильными, с нами будут считаться все. Президент вчера действительно принимал участие в одном из ток-шоу на телеканале ICTV в программе Свобода Слова и на моей памяти тоже. Евгений, это первый раз, когда Петр Алексеевич оказался в формате ток-шоу на телевидении. И мне кажется, точнее, я хотел бы верить и рассчитываю на то, что это не последний раз Петра Алексеевича мы ждем всегда и в нашем украинском формате. Любую программу готовы посвятить вам, Петр Алексеевич, и поговорить вместе с нашими телезрителями о тех событиях, которые в нашей стране происходят, и о том, что нас ждет впереди. Ну, и если бы, конечно, вы помогли нам восстановить наше вещание в цифровом формате в Киеве и в Киевской области, то мы бы еще и показали вас и в Киеве, и в Киевской области в цифровом качестве. Это было бы хорошее и качественное с точки зрения картинки телевизионное ток-шоу. Тигран просто неунывающий оптимист. Я вам могу сказать, что власть не ходит в форматы, где ей задают неудобные вопросы. Мы все прекрасно понимаем, что это профанация вокруг создания поместной церкви. Если вы понимаете, не только митрополит Константинопольский должен признать нашу церковь, а все 15 митрополитов, патриархов, простите, должны это сделать. Иначе это будет раскол там и не будет иметь никаких последствий. Но скажите, это самый главный вопрос, который нужно было задавать президенту. Президент просто за последнее время технологически научился грамотно и четко создавать информационный шум, заглушающий реальные проблемы и обвинение его в коррупции. Поэтому и этот вопрос, который был вынесен в парламент на следующий день после украинского формата, и многие другие информповоды, ими давно умело вбрасываются, чтобы заглушать правду. А касательно лишения лицензии, вот, наверное, Тиграну надо больше объяснять. Пятый канал, принадлежащий президенту, который оказывал нам услуги, с которыми у канала Ньюс Ван был договор, передавал, ретранслировал наш сигнал в цифровом формате в Киеве, в Киевской области. Две недели назад они прислали письмо и остановили наше цифровое вещание на следующий день после выхода украинского формата с пленками Анищенко. Вот такая себе демократия и хочется повторить классика нычувана свобода слова в нашей краине. Ну да, и тут уже вопросы нужно каждому из наших телезрителей задавать самому себе. Через 4 дня президент на ток-шоу. Еще один вопрос можно адресовать по какой теме, по какой проблематике вы бы хотели увидеть главу государства в формате ток-шоу. Вот если церковный вопрос действительно приоритетный, то тогда тут нечего добавить. Анатолий Киев, есть ли перспектива вещания вашего канала по Киеву и Киевской области. Я не хотел этот вопрос задавать, но их масса. Мы ведем переговоры с другими операторами. что у нас зависит. По негласной информации место телеканала Ньюс Ван, вот там, где пятый телеканал имеет лицензию, будет теперь телемагазин. Наверное, это важнее для граждан нашей страны. Но все же, мы опять же подчеркну, что то, что от нас, то, что в наших силах мы сделаем, чтобы восстановить вещание цифровое в Киеве и в Киевской области. А там, если эти препятствия создаваться не будут, то мы сможем с вами видеться. Дорогие друзья, ищите телеканал Ньюс Ван в кабельных сетях, ищите на спутнике. Я думаю, что эту возможность у телеканала никто забрать не сможет. А у вас никто никогда не отнимет возможность дозвониться в наш прямой эфир и откровенно, вот по душам, с глазу на глаз пообщаться с нами, с ведущими, с гостями студии. И прямо сейчас мы вот так и поступим. Будем говорить с вами. 0800 20 50 20. Добрый вечер. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Николаев Сергей. Прошу вас. У меня вопрос к Евгению. Пожалуйста. Может быть, я ошибаюсь, но я на одной из передач слышал, Вадим Рабинович сказал, что вы готовы объединиться даже вплоть до того, что с правым сектором. Это первое. Я, конечно, категорически против, потому что я вас поддерживаю. Второе. Я считаю, что вам может быть, может многого я не знаю, но не надо было все по блокам расходиться. Почему? Потому что кроме вас, я считаю, больше никого нет порядочных в этой Раде. Начиная с президента, который незаконно, я считаю, пришел к власти и был госпереворот в этой стране. Это же они позорят страну. Порошенко, Луценко, Тимошенко, Титарук, Порубий, там еще столько, и тот же Лещенко, тот же Наем. Сергей. Я вас поддерживаю. Если есть какая-то информация, скажите, как движется ли дело по факту того, что избили стариков у памятника Ватутина. Большое спасибо. Извините. Спасибо вам, Сергей, за звонок. Уважаемый Сергей, я полностью разделяю вашу позицию. Я не слышал эфира, в котором Рабинович сказал, что он готов объединяться с правым сектором. Я более того скажу, для себя считаю это неприемлемым. Уверен, что то же самое, такое же мнение, как у вас и у меня, разделяет большинство членов партии. Вполне возможно, это было гиперболой, или вы просто неправильно услышали. Касательно ОПА-блока. Вадим Зинович часто говорит, что мы готовы объединяться, в эфирах со мной, во всяком случае, что мы готовы со всеми объединяться. Он обычный человек, возможно, он не мог сказать хоть чертом лысым, поэтому сказал про правый сектор. Я тут не могу комментировать, но для себя я считаю это невозможно. Касательно ОПА-блока. Я считаю, что все оппозиционные партии, или партии, которые себя к этому причисляют, сейчас должны объединиться. В первую очередь, это должны быть партии, которые представляют интересы Юго-Востока, поскольку эти интересы сейчас полностью попраны. Попраны интересы товаропроизводителей, промышленных предприятий, людей, принадлежащих другим этническим группам и национальным меньшинствам, а также к временно перемещенным лицам. Я считаю, что проблема Украины в том, что в парламенте после невозможности проведения Крыма, вернее, после того, как власть сделала невозможным проведение выбора на территории Крыма и Донбасса, участвуя в тех событиях, которые произошли в нашей стране, представительство неравноценное. И повылазило, и я по-другому сказать не могу, такое, как Ветровичи и Ижи с ним. Пошли перекосы, которые углубили гражданское противостояние на территории нашей страны. Поэтому, если мы хотим баланса, если мы хотим равновесия, должно быть равное представительство всех регионов. И так будет. Поэтому я радую за объединение всех конструктивных оппозиционных сил и над этим тщательно работаю. Нравится это кому-то или нет? Так будет, я в этом уверен. 0800-2050-20. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь и говорите. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста. Это Днепропетровская область, город Перещепино, Руслан. Значит, я хотел бы выразить поддержку и у нас, а также символику. Вопрос такой. Значит, 29 числа у нас в Перещепино будут выборы в громаду, а также мэра города. Ну, ни одного представителя партии за житя нет. Значит, есть и Ляшко, там и кого хочет. Какая область? Я бы хотел бы, чтобы Евгений это делал все как-то объектно. Руслан, спасибо. Руслан, я в четверг выезжаю в Одесскую область, в пятницу буду в Херсонской и в Николаевской, как раз из ревизии партийных организаций и там будут выборы в ОТГ. Значит, Днепропетровские сейчас произошли небольшие кадровые изменения, но мы в следующих выборах планируем участвовать по всей стране. На сегодняшний день идет сложное, кропотливое строительство партийной системы. Это нелегко. Не все люди изначально, которые декларировали какие-то взгляды и ценности, остались стоять на этих позициях. Поэтому происходят какие-то смены, выстраивается партийная структура и мы будем естественно добиваться максимального представительства на региональном уровне во всех областях Украины. Будем продолжать к следующей теме. Сейчас обратимся и так, каждый 12-й украинец проживает в России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин и уточнил, что около трех миллионов наших соотечественников выехали на заработки в Россию. По его словам, эту ситуацию необходимо постепенно менять. И процесс евроинтеграции этому только поспособствует. Давайте послушаем цитат слов главы Украинского МИД. Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в Российской Федерации. То есть почти каждый 12-й украинец сейчас в России. И среди них много не любят и Путяна, и Россию, но считают, что нет другого выбора. Они говорят, мы так все жизнь заработали деньги. Их надо понять. Согласно статистике, среди более популярных направлений трудовой эмиграции из Украины, Польша, Россия, Италия, Чехия. В том, что Европа рада эмигрантам из Украины, нет ничего удивительного. Такое мнение в нашем эфире высказал экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров. Вспомним. Страны, они поняли так, чем брать, кого попало, вот население, которое плывет, активное население с Ближнего Востока, из Африки, то лучше открыть двери украинцам. Из-за этого в Европейском Союзе скандал. Смотрите, что творится по поводу политики Польши, по поводу политики Венгрии. Они хотят получать украинцев, то есть нормальных, образованных. Я напомню, ранее Киевский Международный Институт Социологии провел исследование, по каким причинам украинцы уезжают из страны. Как оказалось, главная причина это желание зарабатывать больше. Таким образом ответили 45% респондентов. В свою очередь 31% опрошенных стремятся жить в более комфортных условиях, еще 13% уезжают ради детей, а почти 10% главной причиной называют проблемы с безопасностью. Также украинцы упоминают коррупцию и туманное будущее государства, как причины своего собственного желания покинуть территорию страны. Примечательное заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина вчера в Торонто в Канаде во время встречи с активом украинской диаспоры господин Климкин вот эти слова озвучил. 3 миллиона много было споров и с вами мы, Евгений, много говорили о том, сколько приблизительно украинцев проживают на территории Российской Федерации. Павел Климкин озвучил цифру 3, сказал каждый 12-й. Вот давайте с этих цифр начнем. Тут важно разобраться, учитывая то, что очень давно не было переписи населения, хотя необходимость такая есть и ее следовало бы согласно законодательству провести давно. Но мы можем теперь просто посчитать, если каждый 12-й украинец в России а их 3 миллиона, 3 если умножить на 12, получается население нашей страны сегодня 36 миллионов. Да, такой вывод следует сделать, не 42, не 45, как мы привыкли полагать. Вы знаете, есть разные системы, одна была проведена неправительственной организацией по употреблению хлеба, они вообще говорят ужасающую цифру 24 миллиона, но однозначным остается факт. Огромное количество трудоспособного, наверное, самого работоспособного населения находится за пределами нашей страны. По различным оценкам и по официальным данным, от 5 миллионов в Европе и от 3 миллионов в Российской Федерации. Почему это происходит? Тут же надо копать причину. Потому что в стране нет работы, потому что псевдореформы привели к значительному ухудшению уровня жизни и к невозможности, получая украинские зарплаты, выживать с европейскими тарифами. Плюс безнадега и отсутствие веры в будущее. Во-первых, военный конфликт на территории нашей страны и возможность мобилизации. Как ни странно, да, вот суперпатриотическая молодежь, которая проживает в определенных регионах нашей страны, самая первая целыми селами устремилась в Европу. Второе, отсутствие перспективы веры в нашу медицину, в наше образование. Что такое объединить все точные науки в один предмет? Это сделать ребенка, извините меня, неучим, неконкурентно способным потом на мировом рынке труда. Я думаю, задуматься надо об этом. Второе, все эти блокады, переблокады, товары двойного назначения лишили юго-восток миллионов рабочих мест. Это и авиационная промышленность, и с танкой, и приборостроения, и многие-многие другие отрасли, бюджета образующие, и те, которые давали рабочие места, и возможность прокормить свои семьи. Люди уезжают от нужды. И в первую очередь нам надо думать, как это восстановить. Я неоднократно говорил, внеблоковый нейтральный статус залог того, что конфликт прекратится и потеряют интерес к нам со стороны Соединенных Штатов в России, как геополитического такого мяча. Второе, нужно прекратить конфликт, отменить двухсторонние станции, попытаться вернуть рынки, а ведь рынок не терпит пустоты, они строят импортозамещающие заводы, они находят других поставщиков. Второе, нам нужно сбалансировать уровень расходов и доходов наших граждан, чтобы люди... Мы потеряли в первую очередь рынки, где наши товары с высокой добавленной стоимостью были востребованы. Уважаемые патриоты, в первую очередь это рынки Российской Федерации, потому что наши самолеты, турбины, станки, машины, трактора в Европе не нужны, они не соответствуют стандартам. И миф о том, что это родит конкуренцию. По оценкам предыдущего правительства, чтобы сохранить экономические показатели и размер ВВП, необходимо было инвестировать в Украину порядка двухсот миллиардов евро. Вдумайтесь в эту цифру. Кто ее отдал Украине? Кто ее собирался давать? Никто. Потому что Украина это сырьевой предаток в первую очередь. И действительно, с Яхануровым соглашусь, у Европы есть миграционный кризис. Во-первых, огромное количество мусульман, известно вам, да, раз. Второе, старение нации, низкая рождаемость, отсутствие квалифицированных кадров. В Новой Европе, я имею в виду Словакию, Польшу и так далее, работоспособное население мигрирует в сторону Старой Европы, в Германию, Испанию, Италию, потому что там более высокие заработные платы. Они восполняют вот эту вот дыру в рабочей силе за счет украинцев. Я недавно был в Чехии, в двух разных городах останавливался, в гостиницах, везде украиноязычная, обслуживающий персонал. Это и кухня, и официанты, и те, кто убирают в номерах. На стройках трудятся тоже украинцы. И без визы это невеликое счастье, к сожалению. Это способ нашему населению быстрее попасть в Европу. То есть уезжает кто? Уезжают в основном молодые, квалифицированные, грамотные специалисты. Они увозят с собой следующее поколение, они увозят детей, родившихся и еще не родившихся. В стране останутся пенсионеры и те, кто не хотят или не могут работать в Европе. То есть, извините, не самые работоспособные люди. Перспектива Украины печальна. Почему я бьюсь за языковые законы? Почему я бьюсь за открытость и культуры, и рынка? Потому что нам надо будет восполнить. Уйдет эта нерадивая власть, уйдут эти преступники. Восстановим порядок, восстановим мир, восстановим заводы. Кто на этих заводах будет работать? Образование разрушено, профтехобразование уничтожено, нам нужно будет возвращать готовых специалистов. Русскоговорящих, белорусов, возможно, поляков. Мы должны быть шире и открытие. Должна быть миграция капитала, рабочих ресурсов и технологий. Тогда Украина будет успешной. Поэтому вот то, что я говорю, кому-то не нравится. Кому не нравится? Кто кричит одна нация, один язык, одна церковь? Тот, кто на большее не способен, интеллекта в голове которого не хватает на 2, 3 или 4 языка? Поэтому у них это одна ценность. Мы должны понимать, что мы стоим на пороге глобальной, ну такой, трудовой катастрофы, когда мы не сможем производить товары, которые за счет прибыли, да, и отчисления в бюджет будут содержать наших пенсионеров. На кредиты нас долго никто терпеть не будет и давать нам их тоже никто не будет. Об этом надо понимать и с этой подоплекой надо бороться. Что интересно и грустно одновременно, мы действительно на грани катастрофы в контексте трудовой миграции и об этом кричат информационные сообщения о том, что и в той же Чехии, и в той же Польше, и в той же Болгарии, Венгрии и Румынии ставят процесс трудовой миграции на законодательные рейки. Создают специальные условия, фонды, организации, которые курируют процесс привлечения трудовой силы. Я поддержу вас. Смотрите, в Польше на сегодня полтора миллиона находится официально, полмиллиона неофициально. Я был в Чехии, они сейчас вдвое увеличивают квоту для украинских рабочих. Они упрощают систему получения вида на жительство. За прошлый год полмиллиона украинцев получило вид на жительство в странах Европы. Вдумайтесь в эту цифру. В первую очередь они забирают квалифицированных, высокообразованных специалистов, потому что для страны очень дорого воспитать, вырастить и дать образование. Ведь у нас же образование дешевое, мы его содержали за счет налогов, они покупая, а по сути не покупая, давая просто условия для проживания и работы на территории Евросоюза, получают специалиста, которого надо немножечко переучить и научить языку. Язык в принципе что в Польше, что в Словакии очень похож. Мы очень быстро там можем ассимилировать и это беда для Украины. Нам нужно создавать условия, чтобы эти люди возвращались, я вам больше скажу, чтобы сюда захотели поехать и граждане Российской Федерации, и Белоруссии, и я уже говорил, и Польша, и Венгрия, и Румыния. Но для этого уровень жизни и безопасности в нашей стране должен быть выше. Об этом надо думать в первую очередь создать комфортную среду обитания, безопасную и восстановить систему права. Насчет возвращались, я об этом вчера говорил в эфире, что если некогда украинцы, выезжая на заработки в Европу, рассуждали как выехать, заработать денег и вернуться, то сейчас выехать, заработать денег, найти условия и возможность остаться и там жить. И это подтверждает в том числе социология. Но я о другом хотел спросить. Вот если ситуация критическая, если проблема серьезная, если это подтверждает статистика и внешние политические ведомства других государств, называя просто точные цифры, в сотнях тысяч или в миллионах. Почему только сейчас мы слышим от министра иностранных дел и ту фразу «эту проблему нужно постепенно решать». Почему на уровне правительства, парламента, на каком угодно, на общественном уровне эта дискуссия не поднимается? Почему не предлагаются разные варианты пути решения этой проблемы? Вот почему это так? Знаете, мне иногда кажется, что власть захватили либо сумасшедшие, либо животные. Я имею в виду жирафов, до которых на четвертый год что-то начинает доходить. На самом деле, просто уровень катастрофы, которая надвигается, в том числе и в экономике, он, знаете, ужасает. И на него уже не обращать внимания невозможно. Поэтому даже для тех, кто предал национальные интересы, для тех, кто в угоду заокеанских спонсоров торговал национальными интересами, по сути, изменник Родины, уже сейчас им становится страшно, понимая, что они натворили в нашей стране и что они сделали с нашей страной. Они за это будут отвечать, я вам гарантирую. Но я хотел бы, чтобы сейчас те, кто собирается уехать, просто дал нам шанс действительно изменить страну. Я понимаю, что реперной точкой будут выборы, которые пройдут в 2019 году. Я не верю во все разговоры, которые сейчас идут относительно внеочередных парламентских выборов. Власти это невыгодно. Для них перевыборы равно, потеря власти равно ответственность. Причем эта ответственность будет очень серьезной. Поэтому они будут тянуть до последнего и будут наоборот саботировать все мирные процессы в нашей стране, чтобы возможно вести военное положение и эти выборы еще отсрочить. Но я вас, мы будем делать все, чтобы выборы прошли вовремя, чтобы они прошли демократическим путем и честно. Но я вас прошу, дайте шанс. Уезжая отсюда, вы обрекаете эту страну на вымирание. Не уедут только самые слабые. Это пенсионеры, это люди с низким образованием и с самым низким доходом, потому что им не с чем уезжать отсюда. Вы обрекаете их на гибель. Подождите, давайте дадим шанс нашей стране. Сейчас дадим шанс нашим телезрителям обратиться к Евгению Мураеву с вопросом или просто свою точку зрения озвучить по тем или иным вопросам. 0800 20 50 20 наш номер телефона. Слушаем вас, именно вас. Добрый вечер. Выключайте музыку и говорите. Давайте общаться. Как вас зовут? Алло. Алло. Добрый вечер. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер, студия News One. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Вы с какой-то целью, вероятно, дозвонились. В первую очередь хочу поблагодарить News One за то, что не прекращаете вещание, несмотря на то, что подвергаетесь неоднократным атакам со стороны, в том числе, администрации президента. Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Выразить хочу лично благодарность Евгению Мураеву за его общественную деятельность и гражданскую позицию. Вопрос следующий. Слушайте, ну вы делаете очень большие паузы вот между предложениями. На кону предыдущих выборов как вы лично и партия за життя собираетесь просто звук пропадает собираетесь противостоять возможным злоупотреблением со стороны власти по поводу фальсификации избирательного процесса, в том числе по поводу правильного считания голосов. Спасибо. Да, и вам большое спасибо. Не переживайте, когда званиваетесь, спокойно говорите, задавайте вопросы. Дорогие друзья, мифы об админресурсах и о возможных фальсификациях сильно раздуты. Я участвовал в избирательных кампаниях начиная с 2006 года. Очень мало желающих на сегодняшний день за власть рисковать своей свободой. Я имею ввиду, у нас предусмотрены статьи Уголовного кодекса, связанные с фальсификациями. Как мы собираемся противостоять? Формировать комиссии абсолютно на каждом избирательном участке. Что можете сделать вы? Комиссии, я имею ввиду, наблюдателей, членов участковых комиссий. Мы прекрасно понимаем технологии, какими власть может пользоваться для того, чтобы увеличить карусели, вбросы и все остальное. Этому можно противостоять при грамотных членах комиссии и наблюдателях. Что можете сделать вы? Вы можете обеспечить высокую явку. Даже если возможно условно предположить, мы недавно говорили со многими экспертами, анализировали уровень вброса во время предыдущих выборок, но это полтора-два процента. Если явка будет высокой, это будет абсолютно неощутимо и власти не поможет. Приходите, не думайте, что что-то зависит не от вас. Все зависит от людей. Просто это речевки власти, которые они постоянно внушают и подсаживают в умы украинцев. От вас ничего не зависит, останьтесь дома. Зависит. Зависит от каждого. Приходите и голосуйте. Только не сердцем, не пятой точкой. Голосуйте головой. Голосуйте за себя и не за кого другого. Да, и главное голосуйте, и приходите. Вот это самое главное. Потому что если не придете, из себя снимаете ответственность и фактически отдаваете себя отчет, что ваш голос вы передали кому-то другому, кто уж распорядится им как посчитает нужным. Продолжим разговор. Хочу, чтобы мы успели еще одной темой коснуться. На очереди выборы в парламент. В Армении через неделю должны назначить нового премьер-министра. После этого пройдут вне очередные парламентские выборы. Об этом заявил лидер протестного движения оппозиционный депутат Никол Пашинян. Пока же на улицах Еревана продолжают праздновать отставку Сержа Саркисяна с поста премьер-министра. Его обязанности временно будет выполнять первый вице-премьер Карен Карапетян. Вслед за Саркисяном с должностей ушли и все члены кабинета министров. Сам Саркисян ранее подчеркнул, что пошел на условия протестующих, дабы прекратить митинги. Давайте послушаем фрагмент его заявления. Митинги в Ереване начались еще 13 апреля. Причиной стало назначение Сержа Саркисяна на должность премьера. При том, что до этого он два сроки подряд был президентом страны. В это время по его инициативе Армения из президентской стало парламентской республикой, а потому на должности главы правительства Саркисян получил бы большие полномочия. Такой исход протеста в Армении должен стать уроком Украине. Такое мнение в нашем эфире высказала народный депутат предыдущих созывов Инна Богословская. Говорит, за настоящие митинги олигархи не платят. Вспомним прямую речь. Сегодня победил народ, который показал, что он не позволяет себя так брутально, нагло опять дурить. И я думаю, что сегодняшняя ночь будет хуже для Порошенко, потому что этот вариант надурить всех, перейти на парламентскую и залезть в кресло премьера уже с полномочиями огромными, для него не пройдет. Он должен понимать, что ситуация будет зеркальная с Арменией. Ну, во-первых, сегодня, 24 апреля, действительно миллион армян и представителей других стран, сочувствующих им, течет память погибших во время геноцида армян во времена Османской империи. Я волнуюсь, очень важно мне это сказать сегодня телезрителям, поэтому прошу прощения. Действительно, в 915 году вот эта трагедия случилась, когда сотни тысяч представителей армянской интеллигенции были истреблены, и с тех пор вот эта дата собственно говоря назначена и во всем мире отмечают этот день. Вечная память всем жертвам геноцида армян. Евгений, насчет событий, которые случились в Армении. Наши съемочные группы там работают до сих пор и все это время мы отслеживаем то, что происходит в Ереване и отставка Саркисяна ну, для многих стала сюрпризом и удивлением. Как вы увидели эти события? Вот что для Украины значит и какие выводы нам следует сделать из того, что случилось в столице Армении в стране в целом? Смотрите, ну, я от этого только больше уважаю Саркисяна. Это не борьба за власть ради власти. Я могу сказать, можно, конечно, параллели проводить между украинским Майданом в плане технологий вывода людей на улицы и рояли. Мы видели, да, параллельные фотографии, которые просто калькой являются. Но это всего лишь технологии, опробированные по выводу людей. Люди на самом деле восстали не против курса, который выбрал Саркисян. Не было никаких других лозунгов, да, кроме того, что его он должен подать в отставку. То есть, здесь явно нет внешнего фактора. И не прилетали ни Нуланд, ни Макин, никто не раздавал печеньки, никто не вмешивался. Все просто просили воздержаться, я имею в виду внешние геополитические игроки от применения насилия. И когда ситуация действительно начала накаляться, Саркисян, на мой взгляд, принял правильное решение. Но это не изменит курс движения Армении. Она не выйдет ни из договора с Еврозеса, она не прекратит договор с Европейским Союзом. Знаете, как география, скорее всего, она в первую очередь определяет вектор развития страны. Я думаю, он сохранится, поскольку партия Саркисяна получила поддержку порядка 70%. И сейчас его вице-премьер будет исполнять эти обязанности и, скорее всего, будет выбран премьер-министром. Поэтому для Армении, слава богу, все закончилось бескровно, потому что политики там в первую очередь думали о своем народе. Янукович не пошел на убийство. А те, кто получили власть таким путем, у нас развязали конфликт, назвав его для начала антитеррористической операцией. Мы просто украинцы быстро забываем. Не было никаких российских войск, не было внешнего влияния. Были сепаратисты и люди, которые не принимали эту власть, которую начали усмирять и наводить порядок. Турчин, Воваков и те, кто получили власть незаконным путем в нашей стране. К чему это привело? К десяткам тысяч погибших, к миллионам мигрантов. Я имею в виду временно перемещенных лиц, и те, которые сейчас работают за границей. То есть они по сути лишили перспективы нашей страны и отбросили ее на много-много лет назад. Для чего? Чтобы усесться в креслах. Помните, как они давали свидетельские показания по делу Януковича? Они сдали Крым для того, чтобы провести выборы и выбрать президента, чтобы провести выборы в парламент, чтобы легитимизировать себя во власти и погрязнуть в коррупции. Украина заплатила это десятками тысяч жизней украинцев во имя этих коррупционеров. Поэтому здесь, знаете, непараллельные ситуации. Я рад за армян, что все так вышло. Вот вы сказали о соглашении с Евразес, о членстве в этом союзе и о том, что, вот я напомню нашим телезрителям, на последнем саммите Восточного партнерства Армения подписала с Европейским союзом это соглашение о всеобъемлющем, сотрудничестве, сотрудничестве. И такой же путь мог быть у Украины. Но власть об этом постоянно не говорит. Так можно, потому что речь идет об экономическом сотрудничестве, об открытии рынков. И если вы помните, когда шла дискуссия о содержании договора об ассоциации с ЕС, Россия говорила, ребят, давайте сядем троем и обсудим механизмы контроля рынка, чтобы товары из Евросоюза не попадали на территорию Российской Федерации. Хочу напомнить телезрителям, Янукович не разворачивал или Азаров, да, в другую сторону Украины. Говорили, что приостановили для дальнейших консультаций. Напомню вам, почему. Потому что в макроэкономической помощи нам отказала Европа. Тогда, я был, когда прилетал, Фюле, еврокомиссар, другие ответственные европейские политики, им задавали вопрос, друзья, мы, подписывая с вами договор, теряем рынки Евразес. Это для нас черевато двойным падением ВВП, это для нас черевато ростом тарифов, снижением заработной платы, девальвацией, крахом банковской системы. Чем вы нам поможете? Готовы ли вы инвестировать в реконструкцию наших предприятий? Будут ли долгосрочные кредиты? Они сказали, нет, это ваш выбор, и это сложный путь. Если вы когда-нибудь там, хотя они не обещали никогда, что мы станем членами Евросоюза, вы пройдете этот путь, может быть, мы откроем дискуссию о постоянном членстве. И тогда правительство приняло ответственное решение, понимая, что мы на таких условиях не готовы входить. Плюс, опять-таки, гарантии со стороны Российской Федерации на кредитование в размере 15 миллиардов, 50 миллиардов контрактов для наших оборонных заводов и заводов, которые делают для промышленных предприятий, которые значительно увеличили бы бюджет в два раза, и выбор был сделан, остановка и дальнейшие переговоры. Но эта власть, которая сейчас рулит нашей страной, ценой человеческих жизней и огромных, колоссальных, необратимых потерь для Украины, очень хотела дорваться до бюджетных потоков. И они это сделали, уничтожив огромное количество нашего населения. Нужно было выбирать армянский вариант. Еще раз говорю, мы должны быть не блоковым, нейтральным государством и не зоной соприкосновения двух огромных альянсов, а площадкой, где эти альянсы экономические встречаются и где мы зарабатываем деньги. Тогда у нас будет и сильная экономика, и нормальная здоровая нация, и сильная армия. И поверьте, разговаривать будут все на равных. Просто надо не торговать своими интересами, а ими жить. А правительство и президенты нашей страны, все предыдущие, этим только торговали в угоду личной выгоде. И постоянно оглядывались, как бы у них там за границей на счетах ничего не арестовали, ничего не забрали. Поэтому и были ведомыми. Нам нужно строить свою страну и жить национальными интересами. Ни одного патриотического президента в нашей стране не было. Они приватизируют хорошие понятия и просто портят их, нивелируют. На сегодняшний день активист, патриот и гидность, по-моему, три ругательных слова в нашей стране. Но имена нарицательные уж точно. Нам нужен украинский формат. Хотя, ваше словосочетание армянский вариант мне тоже понравилось. Можем мы такое употреблять. Есть примеры. И надо просто жить, вот еще раз говорю, своими интересами и не выдумывать велосипеды. Можно перенимать опыт наших соседей в строительстве, государственности, в реформах, в системе построения института власти. Есть успешный опыт, его надо просто имплементировать. Но, к сожалению, каждый, кто садится в президентское кресло, и почему я против этого поста, пытается узурпировать власть конституционной реформой, еще какими-то способами, реформой судебной системы, законам о госслужащих и так далее, и тому подобное. Это надо менять, надо убирать дуализм власти. И у нас есть рецепты, а не все в наших законопроектах. Так почему-то сложилось, что в этом кресле очень легко спутать национальные интересы собственных. А вы не путайте свою шерсть с государственной. Помните, как говорил классик? Благодарю вас, Евгений, за разговор. Время с терпаном. Евгений Мураев, народный депутат Украины и глава полицейского партии за життя был гостем большого вечера на Ньюзуан. После короткой рекламной паузы в этой студии за мной вы, наши телезрители, а за столом вместе со мной Вадим Карасев. Будьте с нами, продолжаем.